А я во время розыска жил на одной даче, на втором этаже, где хозяин мне сказал, ты вечером посмотри, посмотри в окошечко, ну такой-такой спортивный угол у него, как раз совпадало с разминочкой, ты посматривай, там очень интересно. И вот я смотрел, как, без преувеличения, каждый вечер в этот богатейший двор въезжала 31-я Волга, я не знаю, что у него под капотом, въезжала 31-я Волга. Выходили два капитана первого ранга и выносили труп хозяина, вице-адмирала. Вот смерть пьяного. Вот сколько я смотрел, вот каждый день повторялась одна и та же история. Въезжала Волга, выходили эти два капитана, вытаскивали труп, заносили в хату. Мне сказали, что он из Международного управления, Министерства обороны, значит, вот вице-адмирал. Чего он пьет? Там богатство в одном дворе немыслимое. Такая плитка, такие цвета. Отстроено на картинка все. А пьет по одной простой причине. Это раньше, когда он получал маленькие звездочки, капитана лейтенанта. Они садились за сто. Друзья, родственники. И обмывали эту звездочку, которую он заслужил. А сейчас собираются все, смотрят в прищур дружки и говорят, ну и сколько ж ты отвалил за эту цацку. А дети сидят и говорят, папаша, мне надоело на Мерседесе таскаться. Пора пересаживаться на более хорошую машину. Чего ты майбах зажимаешь? Вот мир их, мир. Путин создал уникальную систему управления страной. Он каждого чиновничка, дав поворовать, подцепил на крюк, с которого сорваться невозможно. Ну возьмет чиновник эти деньги, эту дачу, построенную, наворованную. Эти машины дорогие. Но если директор школы уже строит себе дачу, вы все это видели. У него кованые ворота с позолотой. Ворота с позолотой. Куда девать-то такие деньги-то? И он сдаст это все и скажет, заберите, ребята. Наворовал. Простите меня. Где он будет? Вот за той решеткой. И будет. И с этого не сорваться. Это и есть система управления страной. Сначала дать всем воровать. Насадиться. Это вот, кто знает Сибирь, есть самоловы, ставятся на реку. Насадиться на вот этот самолов. Глубоко насадиться. И люди абсолютно управляемые. Но счастья-то от этого нет. Он же все время помнит, что он на крюке. И при этом он не может с него сорваться. Иначе туда, за Ходорковский. Он не может с него сорваться. А с него что требуют? Я вам назову подлинной цифрой. Начальник департамента Министерства здравоохранения ежемесячно обязан вносить заместителю министра-куратору 100 тысяч долларов. Представляете? Их же нужно намыть, наворовать, наградить. Вы что, думаете, это легко? Это нужно с кого-то трясти. Вы посмотрите на заседание правительства. Ну, был я на заседаниях правительства. Слушайте. Это и посмеешься. И с кем-то сцепишься. Это и пошутишь. Это идет нормальное вот такое совещание. Все люди. Каждый, ну, какие-то проводят свои интересы. Доказывают что-то. Но это идет живое обсуждение. А вспомните первые репортажи, телерепортажи, от которых все не отрывались. Заседание правительства. СССР. Вы помните? А здесь-то они сидят с отмороженными лицами. Вы хоть однажды слышали какой-то спор на заседании правительства? Вы хоть раз видели их смеющимися, говорящими, спорящими? Ничего. Вот сидят молча, абсолютно с пустыми глазами, мертвяки. Они же понимают, что грядет для них впереди. Это что, власть? Это что, сила, перед которой можно прогнуться? Или которой можно сдаться в плен? Нет, конечно. Я помню, когда мы были на передаче Познера, которую я сегодня уже вспоминал, а мне накануне говорили, Борис Сергеевич, ну не надо, они же тебя будут позорить, у них микрофоны, они вот на этом собак съели. Что вы? Тот же Познер, он же привык как учитель с учениками общаться. И все эти министры перед ним трепещут, отвечают, а он перед ними руководит. Я говорю, а стоило мне упереться и сказать, нет, я буду отвечать за себя? Нет, нет, а вы ответьте, вот параллель с Гитлером. Я сказал, нет, я буду отвечать за себя, и когда он вынужден был сказать, ну ладно, а ручонки-то уже затряслись. И после выражения у нас в стране жидовская ига, вы бы видели этот шок и панику. Они не умеют держать вот такого удара. И я представил себе и с кем же может в каких дебатах, ведь настоящие выборы президентские предусматривают обязательные дебаты. И о чем можно дебатировать с Медведем и с тем же Путиным? представить его, представить его без бумажки, что он скажет, что он знает. Если ему пишут такую ахинею порой, по-моему, ребятки просто издеваются. Небось, напишут, говорят, спорим, что он это скажет. Аплодисменты.